Так, так, так. И чего у нас тут? Что мы делаем? У нас тут компостная куча, которая сокращает путь сорняков от грядки в грядку в виде удобрения. Значит, что происходит? Сорняки собраны, уложены в компостную кучу. Полежали 3-4 дня, даже меньше, наверное, дня два. Подвялились. Теперь я их беру топором, рублю сантиметра по 3-4. Измельчаю, потом легче будет с ним работать. Раз, и оно будет быстрее перерабатываться всякими бактериями. Потом беру все это дело, закладываю в ведро с водой. Оно намокло. Потом перекладываю, когда уже полное ведро набрал, перекладываю в мешок. Любой мешочек. Перекладываю, закладываю сюда. Вот оно. Как набралось полное, завязал и поставил на солнышко. 3-4 дня оно перегоряет при температуре 70 градусов. Само внутри начинает гореть. Перегорает и у нас получается отличное удобрение. И я его укладываю вокруг. В частности, вся эта партия пойдет вокруг картошки. Слоем 15-20 сантиметров и все. Больше я с картошкой ничего заниматься не буду. Вот такая как бы у нас. И навоза не надо? Ничего не надо. Это самое лучшее. Оно и азот дает и мульчирует землю. До осени все переложится. Вот такая штука. То есть получается, что мы не делаем компостную кучу, мы этим там годами не занимаемся, а сразу убрал сорняк или там траву скосил, сразу замочил, заложил, оно сгорело и в грядку все. И там через 3-4 недели оно уже будет обработано, съедено этими. Оно горячим будет? В мешке оно сгорит. Ну как бы начнет внутреннее сгорение. Температура 70 градусов будет. Вся патогенная флора, все семена, все сгорит. Останется чистая биомасса, которая в виде удобрения пойдет в грядку. Можно и хвощ, и вью. Все можно. Все. И сердяки. Да, все что есть. С корешками прям. Одна проблема, что при нашем земледелии у нас очень мало... Покажи грядки у нас. Учили? Нет. При нашем земледелии у нас очень мало мусора. Вот трава, траву мы выкашиваем, она также уходит, а все остальное вот грядочки, грядочки, грядочки. Вот такая штучка у нас получилась. ... По- patients По-ад